Как известно, пикапы Mazda BT-50 первых двух поколений были родственниками фордовского рейнджера. Но теперь грузопассажирская модель ушла из этой семьи. В третьем браке партнером Mazda выступила японская Isuzu, отдавшая под переделку свой новый пикап D-Max. Перестраивать архитектуру рамы и каркас кабины Mazda посчитала нерациональным, хотя инженеры приложили немало усилий, чтобы их машина отличалась от исходника. В итоге BT-50 получил оригинальную переднюю часть, а также собственные задние фонари и откидной борт. Вдобавок стилистам Mazda пришлось основательно перекроить интерьер. Да, архитектура Isuzu осталась узнаваемой, но стиль свой собственный. Хотя внимательный глаз, конечно, заметят и судзовские пасхалки вроде фирменного блока климат-контроля. В плане агрегатов сюрприза не произошло. Под капотом стоит трехлитровый турбодизель Isuzu. С которым могут быть состыкованы механика или автомат. А через время наверняка появится мотор поскромнее, но тоже из гаммы D-Max. Полный привод построен на незатейливой схеме, с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. При этом блокировка заднего дифференциала предусмотрена изначально. Упрощенный заднеприводный вариант тоже будет, но позже. С точки зрения габаритов новые родственные связи принесли только потери. Ведь прошлый Ford Ranger был крупнее, чем нынешний Isuzu D-Max. Так что новое поколение маздовских пикапов оказалось сразу на 10 сантиметров короче предыдущего. Зато благодаря современной электросистеме автомобиль изначально рассчитан на установку электронных ассистентов. Кстати, в этом плане уже инженеры Мазды подтягивали коллег из Isuzu, а не наоборот. Так для третьего поколения BT-50 сразу заявлены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания внутри полосы. Без этого набора сейчас не обойтись даже пикапом. Старт продаж назначен на второе полугодие. Уже известно, что пикапы тайской сборки выйдут на рынки Австралии и некоторых стран Азии. А вот европейское присутствие модели не подтверждено. Сначала публике дадут только флагманский вариант с двухрядной кабиной, мощным мотором, автоматической коробкой и богатым оснащением. Он может взять на борт больше тонны груза, а заодно тянуть прицеп массой 3,5 тонны.